Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня мы с вами снимаем очередной мукпанг. Я прям не могу удержаться, настолько это все аппетитно выглядит, настолько это вкусно. Я пока резала, нарезала колбасу, я прям вот не могла удержаться. Она настолько вкусная. Это салями просто настолько вкусно. Представляете, килограмм стоит 33 моната. Этой колбаске. Просто это получается в три раза дороже, чем мясо. Но я покупаю именно эту колбасу, потому что я считаю, что колбаса должна стоить дорого. Если она стоит слишком дешево, это уже подозрительно. И по вкусу тоже можно определить. Где картон, а где настоящее мясо. Это консервированная кукуруза. Она очень вкусная. Открыла баночку. Пока готовилась к мукпангу, уже 4-5 ложек просто пошли там. Сардельки взяла. Отварила их хорошенько. Сегодня влог не снимала. Не знаю, что-то я планировала, а потом встала утром. В принципе, ничего интересного у меня сегодня в жизни не будет. Уборка, там все как всегда. А все одно и то же, что снимать. У меня на понедельник дела намного больше, поэтому лучше я в понедельник вам. Мой день это просто сходить в магазин, подумать, что же снять на мукпанг, потом снять мукпанг, смонтировать, пока я сытая там. Сделать свою работу. Потом снять пару тиктоков. Просто посмотрите на эту колбаску. Разве может быть что-то вкуснее? Читаю ваши комментарии. Некоторые безумно мотивируют. Особенно комментарии под влогами. Я все читаю. Обязательно пишите. Хочется прям снимать и снимать каждый день. Давайте немножко пройдемся по вопросам и по темам. Айка смотрела вчера передачу «Пусть говорят», там говорили про Настю Трапицель. Прошло очень много времени, но очень интересно услышать твое мнение, что ты думаешь по этому поводу и на чьей ты стороне. Честно, я тоже посмотрела этот эфир, поэтому решила ответить на этот вопрос. Я прям даже утром досматривала этот эфир. Кто не знает, Настя Трапицель – это блогер, миллионник, которая разбилась на мотоцикле, к сожалению, на острове Бали. и родители там обвиняют ее парня. Зал там начинает обвинять ее родителей. Я не знаю, может, я одна такая. Я не понимаю людей, которые начинают во всех бедах обвинять родителей. То есть, это уже не ребенок, ей 18 лет. И она сама всегда говорила, что я за самостоятельность, я хочу рисковать и жить так, как я хочу. То есть, я не виню ни парня, ни отца. Я считаю, что это несчастный случай. Со всеми может такое произойти. Это жизнь. И ты не знаешь, когда она оборвется. Возможно, кому-то суждено, не знаю, прожить такую яркую жизнь, но короткую. А кому-то, например, длинную и скучную жизнь. Меры безопасности, конечно же, превыше всего. Но когда что-то случается, это случается. Раньше я прям ее влоги смотрела. До этого я не была знакома с ее творчеством. Но сейчас вот эти вот передачи мотивируют меня, чтобы смотреть ее дальше влоги. от начала до конца посмотрела передачу. Некоторые эксперты сидят на передаче, пусть говорят, вот такое ощущение, что им самим надо в психушку. то есть их надо обсуждать. Как же вкусно, ребята! Это очень вкусно. Просто не передать словами, насколько это вкусно. Особенно колбаса. Человек хотел жить, человек хотел развиваться, не планировал умирать. Оптимистичная жизнь, радостная. Но, к сожалению, такое вот бывает. Но иногда бывает, люди сами вот ищут проблемы. Опять же, видел случай девочек. Может, вы тоже слышали, две девочки пошли в поход в непонятную местность. Там палатку поставили и решили отдохнуть таким образом. В общем, одну из девочек убили, а вторую обвинили в убийстве. зачем двум девочкам куда-то в лес в поход в местность, которую они даже не знают? Зачем искать приключения на одно место? Конечно, так как живу я тоже неправильно. Постоянно дома, ничего интересного. Жизнь как будто проходит около меня. Но я собираюсь обязательно это менять. Не в том плане, что я тоже пойду в поход в непонятную местность. Я просто хочу сделать свою жизнь более насыщенной. Не знаю, возможно, записаться на танцы. Так как я работаю из дома в последнее время я даже не вижу в своей коллективе. Если честно, мне немного не хватает общения. Просто обычного человеческого общения. танцы, я думаю, что это отлично. Во-первых, я научусь хорошо танцевать. Буду эти танцы танцевать, например, у себя в ТикТоке. Да и вообще, какие-то спортивные нагрузки должны быть. Познакомлюсь с новыми девчонками. Найду новых друзей. все думают, что у блогера, например, большая аудитория. И она легко может найти, не знаю, подругу, да, себе. Взять, например, с одной из подписчиков, начать общаться. И вот, на тебе подруга. Но на самом деле все не так просто, как кажется. Не хочется начинать общение, что вот я блогер, а ты моя подписчица. Хочется общения с каким-то человеком, который вообще не знает про твою деятельность. В общем, пока что все закрыто. Мои планы пока что на уровне просто планов. Еще нужно стараться и стараться, чтобы наконец-то победить эту пандемию мне кажется, у нас это не закончится никогда. Я смотрю, в других странах там открываются молы, все переболели, все замечательно. У нас постоянно все закрыто уже на протяжении трех месяцев. Это начинает напрягать. просто знаете как, как только закончится пандемия, у меня столько планов, столько планов. Во-первых, я очень хочу пойти на танцы. Во-вторых, я хочу не то, что пойти на плавание, я просто хочу научиться плавать. Потому что я не умею, а это вообще тоже опасно. в жизни разные ситуации бывают. У меня коллега, например, утонул. Просто пошел на пляж отдыхать и утонул. поэтому не то, что прям постоянно ходить на плавание, как-то развиваться в этой области. Нет, я просто хочу пойти, научиться плавать и все, перестать ходить. На танцы я хочу ходить на постоянной основе. Но это посмотрим еще как будет. возможно я сейчас так планирую, а карты лягут по-другому. Я даже нашла комплекс, где можно пойти на танцы. Просто они не работают, к сожалению. Даже школы. В сентябре никто не пойдет в школу у нас. Всем рекомендую сидеть дома. Как же это вкусно, ребята. Я в каждом видео говорю. Вчера вечером постирала кучу вещей летних. Я вот не знаю их погладить и оставить. По идее мне уже летние вещи особо-то и не нужны. Я сидела вчера думала гладить их класть на место. Или так в помятом виде. Знаете, просто все летние вещи я просто взяла повесила в шкаф. Они у меня там постояли, повесели. И все я обратно. Лето же закончилось. у меня бабушка готовит такие макароны сама. Они называются пурца. Надо как-нибудь снять мукбанг. То есть она просто раскладывает лаваш, вот так вот режет. я не знаю почему вот когда она готовит намного вкуснее получается. мукбанг. Она в тесто там добавляет всякие специи, добавки. Получается пушка. можно кстати приготовить снять видео на iCook, потому что давненько уже не было там видео. Я предложила маме переделать ее канал в мой влоговый. И иногда там будут рецепты. Она говорит нет, я не согласна. Ни в коем случае Айка. Канал это как твой ребенок. Это то же самое что например вырастить щенка в собаку потом взять ее продать или отдать. Жирная. Иногда мне пишут Харри не треснет. Нет, ребята, не треснет. Наоборот я худею. просто вам хороший совет. Если вы хотите похудеть, не обязательно во всем себе отказывать сидеть на диете. После пяти хотя бы не ешьте. Ходите хотя бы 15000 15000 шагов и сразу увидите как вес снижается. ходить. Причем ходить надо с одинаковой скоростью. это не значит что вы кружочек сделали потом сели на лавочку посидели вот выходить и должны ходить прям в одном темпе длительное время. мы делали так с мамой. Кто помнит, кто смотрел мои влоги. И не обязательно во всем прям себе отказывать, что я должна похудеть. Никого у меня сейчас зарядка сядет на фотике быстрее. На этом все мои хорошие. Всех люблю, целую, всем пока. Субтитры